Возле Запорожского апелляционного суда собрались жители Великобелозёрского района – работники агрофирмы имени Суворова. В 2009 году на этом предприятии произошла смена руководства. Позже, в судебном порядке, она была оспорена. Пока длились тяжбы, новые руководители демонтировали 12 километров оросительной системы, принадлежащей фирме. Собравшиеся жалуются на судебную волокиту. Говорят, после демонтажа труб остались разрытые траншеи. Эти участки невозможно засеять, а сама растительная система практически уничтожена. Нарушение этой системы ведет к тому, что она уже как система не является таковой, то есть она уже не работает. Нарушили ее целостность. Часть трубы реализована, часть вывезена. И, соответственно, у нас были проблемные года, 12-й год, 13-й такой себе, 14-й. И если бы у нас была эта система, соответственно, мы начали влаживать деньги в развитие. А под стенами облгосадминистрации митинговали жители села Возрождения Мелитопольского района. Требуют распоевки земель вокруг населенного пункта, которые принадлежат исследовательскому хозяйству Возрождения Национальной Академии Наук. Селяне уверяют, хозяйство неумолимо движется к банкротству. Нет ничего такого. Нет ни зерночистительной, ни зерноуборочной техники. Поэтому тут семеноводством и не пахнет. Поэтому распоевать надо наше хозяйство, потому что нет никаких перспектив молодежи. Людям не за что жить. Работы нету, земли нету. Пикетчики просят подготовить документы для распоевки земли, уволить нынешнего руководителя хозяйства. Все свои требования передали в облгосадминистрацию.